Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы будем читать седьмую главу первой Маковейской книги в замечательном переводе Брагинской и Шмайной-Великановой. Ну и будем сопровождать чтение небольшими комментариями. Итак, первая Маковейская книга, седьмая глава. В 151 году Деметрий, сын Селевка, покинул Рим, вступил с немногими людьми в один приморский город и провозгласил там себя царем. «И было так, когда он входил в царский дворец своих отцов, войска схватили Антиоха и Лисия, чтобы привести их к нему. Когда стало известно об этом, он сказал, «Не показывайте мне их лиц». Тогда войска убили их, а Деметрий взошел на престол своего царства». Вот с таких слов начинается седьмая глава. И речь здесь идет о внутреннем противостоянии, о внутреннем конфликте в Селевкидской империи, вот среди династий Селевкидов. Мы помним, что после Антиоха IV Епифана, главного гонителя веры евреев, после его смерти на престол взошел Антиох V, его сын, с помощью полководца Лисия, были и другие претенденты на престол Антиоха IV. И вот появляется новый персонаж Деметрий. Этот человек тоже представитель династии Селевкидов. Некоторые права у него действительно были. Он находился в Риме в качестве заложника, фактически в плену, хотя там его жизнь была довольно вольготная, но тем не менее он не имел права покидать Рим. И вот, как известно из других уже исторических источников, не библейских, он однажды поехал на охоту. На самом деле охота была предлогом, а цель его была с некоторым снаряжением покинуть Рим, совершить побег. И это ему действительно удалось. И вот он прибыл, как говорит Первая Маковейская книга, в некий приморский город. И там даже разговаривать не стал. Вот какова все-таки была жестокость этих людей. Не захотел видеть лиц ни Антиоха V, законного, как бы царя, ни Лисия, полководца, который, ну можно сказать, был ригентом при Антиохе, повелел их, не колеблясь ни минуту, повелел их умертвить, и сам провозгласил себя царем. Для Иуды Маковея, для тех, кто были верны Иуде, ну, по большому счету, все они были врагами. И Антиох IV, и Антиох V, и Лисий, и Деметрий. Вот сменяются, так сказать, на вражеском престоле разные лица, но все они одинаково враждебны по отношению к Иуде Маковею и к верным чадам еврейского народа, с которыми желают жить по заповедям Божьим, быть верными закону Божьему, совершать богослужения, жертвоприношения в храме, который Иудой и его соратниками был очищен от присутствия врагов. Вот это их желание. Но и Антиох, и IV, и V, и Деметрий, все они враждуют против Иудея, желая не просто поработить ее, но даже и уничтожить этот народ. Каждое слово Библии не только имеет такой прямой, буквальный исторический смысл, это, конечно, тоже. И вот эти исторические события, они хорошо нам известны и из других источников, и вот все это очень интересно переплетается, и ученые исследуют эти исторические события. Но кроме исторического смысла есть еще и другие смыслы, и в том числе и духовный смысл, потому что это не просто вот хроника историческая, это именно книга, вошедшая в состав Священного Писания, хотя и в качестве второканонической книги. И вот я думаю, что здесь мы можем подумать о том, что когда христианин пытается жить духовной жизнью, тоже жить по заповедям Божьим, противостоя каким-то соблазнам, искушениям, введя так называемую духовную брань, невидимую брань, не против каких-то правителей, Дибетрия, Антиоха или еще кого-то, а именно против страстей, которые селятся в душе человека, против духов злобы поднебесной, как об этом говорит апостол Павел, которые стоят за этими страстями, за какими-то нечистыми духами борется христианин. Так вот эти духи, они не все вот совершенно едины, а они тоже могут даже и друг с другом враждовать. И вот такой опытный боец в этой духовной брани, он умеет вот как-то свою духовную брань строить, вот даже на том, что вот разные страсти враждуют друг с другом. Так же, как Антиохи с Диметрием враждовали, убивали друг друга, вот разные люди восходили на вражеский престол. Вот, например, Иоанн Лествичник об этом пишет так, святой преподобный Иоанн Лествичник, великий святой V века, он говорит, вот человек желает поститься, какая прекрасная вещь, вот, но дух чревоугодия говорит ему, нет, ты не можешь так сильно вот тебя стеснять, тебя обязательно надо кушать, чтобы ты был здоров, нельзя такой строгий пост на себя накладывать. А дух тщеславия, скажем, спорит с духом чревоугодия и говорит, нет, ты вот попастись построже, для того, чтобы люди видели какой-то великий постик, прославляли тебя. Вот таким образом вот те силы, которые пытаются противостоять жизни праведной, жизни благочестивой, они даже и враждовать друг другу могут. И вот такой боец искусственный, воин Христов, он должен уметь вот как бы использовать на свою пользу, использовать для пользы дела вот эти противостояния, даже среди врагов. Ну и вот здесь мы видим, что Израиль получает некоторую передышку в связи с тем, что происходит вот такая внутренняя борьба, за престол селевкидов, и на некоторое время военные действия, столкновения прекращаются, но ненадолго. «Пришли к нему, то есть к этому Деметрию, все отступники и нечестивцы Израиля, а возглавлял их Алким, который хотел быть возведенным в священнослужение. Они обвинили народ перед царем, говоря так, Иуда и его братья погубили всех твоих друзей, а нас вышвырнули вон из нашей земли. Так пошли же теперь человека, которому ты доверяешь, чтобы он пошел и увидел все то разорение, которое они причинили нам и стране царя, и пусть он накажет их и всех, кто им помогает». Вот мы видим, что некоторая группа израильтян, которые оказались неверны по отношению к Иуде Маковею, отправились к этому новому царю Деметрию и возглавляют эту группу Алким. Это такая форма древнееврейского имени, которая в более привычной нам транскрипции звучит Иаким. Так, например, звали Отца Пресвятой Богородицы. Ну, здесь вот дана немножко другая транскрипция, Алким. Вот он по своему происхождению притязал на то, чтобы быть священником. Но он и вот те люди, которые его сопровождали, они ищут спасения жизни, они ищут, они считают, что все равно Иуда, как бы он ни сопротивлялся, сколько бы побед он ни одерживал, по человеческому рассуждению, он все равно неизбежно падет перед мощью селевкидской армии. Вот сейчас пришел новый царь, будет наводить новый порядок, им надо вот быстрее и быстрее приближать и сказать, царь, мы тебе лояльны, мы не с Иудой, мы предатели, мы хотим, чтобы ты увидел, что там творит Иуда, и наказал его, и послал бы туда вот для этого людей. А мы будем с этими людьми. Вот такую позицию занимают эти отступники. Мы видели, что и вообще вот все те войны, и все то разорение началось с отступничества, с того, что среди народа оказалось много людей, которые готовы отказаться от верности заповедям. И Аким, очевидно, преследует какие-то личные цели, вот он хочет быть священником, из других источников мы знаем, что я даже и первосвященником, но не верность Богу, не служение Богу, не служение закона для него на первом месте, о сохранении жизни своей и своих сторонников, и, так сказать, строительства своей карьеры на этом предательстве. И вот он говорит, пошли, царь, то есть какой царь? Вот этот Деметрий, который убил Ансиоха V, Лисия, и воцарился в Селевкиде. Пошли теперь человека, которому ты доверяешь, чтобы он пошел, увидел все то разорение, которое они, то есть Иуда, его сторонники, причинили нам и стране царя. Пусть он накажет их и всех, кто им помогает. И тогда царь выбрал Бакхида, одного из друзей царя, который правил в заречии, был большим человеком в царстве и хранил верность царю. Мы помним еще из предыдущих глав, что друг царя — это воинский титул, который означает какой-то большой военачальник, поставленный над какой-то местностью. И вот Бакхид, который правил за рекой Ефрат, от Ефрата до границ Египта, вся такая огромная пространная область называлась этим названием заречья. Вот он там был правителем под Селевкидами, как говорится, здесь был большим человеком и хранил верность царю. И вот этот Бакхид и Алким, то есть иудеи, претендующие на священство, Алким и Аким, вот они отправляются в землю Иуды с большим войском. Они отправились в путь, пришли в землю Иуды с большим войском, и он отправил к Иуде послов, чтобы обмануть их мирными предложениями. Но наши не вняли их к словам, ибо увидели, что они пришли с большим войском. Ну, действительно, если ты приходишь предлагать мир, то зачем ты ведешь за собой такое огромное войско? Рассудили Иуда, его сторонники, и отказались от этих мирных предложений, и сделали правильно, потому что это был обман. Дьявол — отец лжи. Дьявол всегда обманывает. И в данном случае вот эти силы, которые противостоят верному Богу и его закону Иуде и соратникам, вот это, конечно, тоже такие силы, которые всегда обманывают. Тогда сообщество книжников пришло к Алкиму и Бакхиду, рассчитывая найти правду. Осидии первыми из сынов Израиля просили у них мира, ибо сказали они, этот человек, священника семени Аарона, пришел с войском, но нас не обидит. Алким беседовал с ними дружелюбно и поклялся им так. Мы не причиним зла ни вам, ни вашим друзьям. То есть мы видим, что некоторое расхождение во мнениях вошло вот в стан соратников Иуды. И сам Иуда, и такие вот самые близкие к нему люди отказались от этих мирных предложений. Но была и другая группа, которая здесь названа книжниками, осидеями, то есть ученые, люди, которые изучали священное писание, закон Божий. Осидеи уже неоднократно в этой книжке упоминались. Это, вероятно, вот тот же корень, от которого потом произошло слово хасид. Такое есть религиозное движение внутри иудаизма, даже сегодня. Вот они отделились как бы от Иуды, и вот они сепаратно согласились на этот мир. И понятно их рассуждение, но все-таки же пришел не какой-то враг, а вроде бы наш же, вот из священнического рода, Алким, с этими людьми. Наверняка он не причинит нам зла, он хочет тоже того же исполнять закон Божий, служить. И Алким им поклялся. Не причиним зла ни вам, ни вашим друзьям. Они поверили ему, а он схватил 60 человек из них и убил их в один день, согласно тому, как было написано. Тела твоих святых, кровь их, на земле вокруг Иерусалима, и некому похоронить их. Вот таков был подход Алкима и вот этого Бакхида. который из-за речи пришел, обманулись осидеи и книжники. За мирными предложениями стояло вероломство, лукавство, и из них, как только эти люди обезоружились, 60 человек схватили и убили в один день. Так что Иуда был прав, не соглашаясь на этот ложный мир. горечь, да, вот, и это горечь о смерти этих мужей, обманутых, выражается в цитировании древнего псалма. Тела твоих святых, кровь их на земле вокруг Иерусалима, некому их похоронить. Это вот здесь составили таким образом такую скорбную песнь, два стиха 79-го псалма, или 78-го псалма, как по разным нумерациям. «Охватил весь народ страх и трепет перед ними, ибо говорили, нет в них ни правды, ни суда, они нарушили договор и данную имя клятву». Ну, теперь это всем уже стало очевидно, что эти люди, которые вероломно заключили мир, а потом вот 60 безоружных человек схватили, убили, действительно, те являются такими людьми, которым верить нельзя ни в чем. Затем Бакит ушел из Иерусалима и разбил стан в Бет-Заите. Он послал людей, схватил многих из тех, кто оказался перебежчиком в его ряды, а также кое-кого из народа, и принес их в жертву, бросив в большой колодец. Потом, поручив страну Алкиму и оставив ему в помощь войско, Бакит отправился к царю». Кое-кто, кто успел перебежать в лагерь Бакита, Бакита тоже оказался жертвой вот этого страшного человека. Эти люди схвачены, вот вслед за этими 60-ти казнены еще какое-то количество людей, и не просто казнены, а брошены в большой колодец, в цистерны, в которых собиралась вода дождевая. И это особенно страшно для этих людей, потому что это значит, что они были лишены нормального погребения. Это не просто казнь, но еще и такое бесчестие с ними совершенно особое. Бакит, совершив все эти жестокости, оставив после себя соответствующую память, отправляются обратно к Деметрию, а вот это враждебное войско, враждующее против Иуды, возглавляет теперь Алким, выходец из иудеев, претендующий на священство. «Пришлось Алкиму бороться за сан первосвященника. Стекались к нему все мучители своего народа. Они овладели землей Иуды, нанесли сильный удар по Израилю. И увидел Иуда все зло, которое причиняли сынам Израиля Алким и его сообщники, хуже всяких язычников. И он обошел кругом все пределы Иудеи, неся отомщение перебежчикам, так что они остерегались делать вылазку в окрестности. Алким же, видя возрастающую силу Иуда и его соратников, и поняв, что не может им противостоять, возвратился к царю и возвел на них обвинения в тяжких злодеяниях». Ну, происходит некоторое противостояние Алкима и тех воинов, которые с ним пришли. Вот они нападают, борются с сторонниками Иуды. Иуда делает ответные вылазки, нападает на войска Алкима. В конечном итоге Алким удаляется обратно к Деметрию за подмогой, за усилением. «И тогда царь послал Никанора, одного из своих прославленных военачальников, который ненавидел Израиль, был ему враждебен, и приказал ему уничтожить этот народ». Уже не первый раз мы слышим, что вот из этой книги Маковейской, что вот такой звучит страшный приказ «уничтожить еврейский народ», пока это не получалось. И вот теперь вновь царь Деметрий повторяет слова своих предшественников и посылает Никанора, нового противника. Он ненавидел Израиль. Вероятно, этот Никанор участвовал в каких-то битвах, которые были до этого, потерпел поражение, и вот у него была такая затаённая ненависть, злоба, желание отомстить Иуде Маковею. «И пришёл Никанор в Иерусалим с большим войском, паскал к Иуде и к его братьям Гонцов с якобы мирными предложениями, говоря так, «Не бывать в войне между мной и вами. Я прийду с немногими людьми, чтобы мирно встретиться с вами лицом к нему». Опять попытки предложить мир. И опять они, конечно же, такие лукавые и несерьёзные. «Пришёл он к Иуде. Они дружелюбно приветствовали друг друга, но враги были наготове, чтобы схватить Иуду. Однако Иуде стало известно, что Никанор пришёл к нему с коварными замыслами. Тогда он испугался и не захотел больше видеть его лицо. Никанор узнал, что его замысел не укрылся от Иуды, вышел против Иуды в битву при Хафараласаме. Из войска Никанора пало около 500 человек, а остальные бежали в город Давида, то есть в Иерусалим. Опять попытка предложить мир нечестный, с тем, чтобы потом напасть врасплох, не увенчалась успехом. Произошло военное столкновение с довольно значительными потерями и с неочевидным результатом. Никанор не побеждён, не разгромлён. Да, он потерпел некоторый урон, но он продолжает действовать. После этих событий Никанор поднялся на гору Сион. Некоторые священники и святилища, и с ними некоторые старейшины народа вышли, чтобы мирно приветствовать его и показать ему всесожжение, совершаемое за царя. А он издевался над ними, высмеивал и оскорблял их, высокомерно говорил с ними. Разъярять он поклялся. «Если же сейчас Иуду и его отряд не отдадут в мои руки, то когда вернусь с миром, я спалю этот дом». И он ушёл в ярости. А священники вошли, встали перед жертвенником и храмом, зарыдали и стали говорить. Мы видим, что Никанор подступил к самому Иерусалиму, даже взошёл на гору Сион и подошёл непосредственно к храму. И там его встретили, естественно, священники, которые совершали в храме служение, приносили жертвы. И поначалу даже эти священники тоже пытаются как-то показать свою возможную лояльность, встретить его с миром. Как бы сейчас мы сказали, они не нарываются на такое немедленное противостояние, они практически беззащитны. И даже показали ему, что среди прочих жертв они приносят жертву за царя, то есть за Деметрия, и за него тоже молятся. Ветхозаветное богослужение допускало молитву за даже язычника, царя, вот если он владеет этой местностью, то можно было приносить за него жертвы. Вот они ему показали, Неконору, что, в общем-то, они готовы, все, что им нужно, это возможность совершать богослужение, возможность жить по закону Божьему. Они не требуют, как бы мы сейчас сказали, не преследуют политических целей, не требуют там полной независимости, готовые дань платить. Только одно им нужно, чтобы не мешали им верить в Бога, так как они считают правильным, так как верили их отцы. Ну вот, реакция Неконора такая, что он начинает издеваться над ними и требовать, чтобы им немедленно выдали Иуду и его отряд. И уходит Неконор в ярости, и священники тоже составили о нем свое мнение. Вот они вошли. Неконор сказал, когда вернусь, если мне не отдадут Иуду, я когда вернусь, спалю этот дом. Какой дом? Ну, конечно же, храм. Тот храм, вот, при дверях которого, во дворе которого происходила эта беседа, если можно так сказать, это взаимодействие между священниками и Неконором. Неконор ушел в ярость, а священники вошли, то есть, обратно в храм, встали перед жертвенником, зарыдали и стали говорить, «Ты избрал этот дом, чтобы назывался он именем Твоим, чтобы был он для Твоего народа домом молитвы и мольбы, отомсти человеку сему и воинству его, и пусть они падут от клинка. Помяни об их кощунстве и не позволь ему стоять». Вот такая страшная молитва, но соответствовала тому впечатлению, которое Неконор произвел на этих священников. Они молятся от отомщения. Тем временем Неконор вышел из Иерусалима, разбил стан в Бат-Юроне, где к нему присоединилось сирийское войско. А Иуда с тремя тысячами человек разбил стан в осаде. Стал Иуда молиться и сказал, «Когда посланники царя кощунствовали, вышел твой ангел и поразил из них сто восемьдесят пять тысяч. Точно так же сокруши сегодня его отряд у нас на глазах, и пусть остальные узнают, что Неконор возводил хулу на твоей святыне и вынеси приговор по злобе его». вновь готовится битва, готовится сражение. Мы видим, что силы Иуда опять очень небольшие, всего три тысячи человек, силы Неконора, конечно, больше. И, готовясь к сражению, Иуда каков всегда начинает молитвы, потому что победить он может только силой своей веры, только с помощью Божьей. По человеческому рассуждению он одерживает победу за победой, и каждый раз это чудо, каждый раз это невозможно. И чудо это что-то такое, на что нельзя рассчитывать, на что можно только надеяться. И вот он молит Господа, чтобы Господь и вновь явил это чудо. Неконор возводил Холуну твои святыни, вынеси приговор по злобе его. И вот начинается битва. Сошлись отряды в битве в тринадцатый день месяца Адар, и отряд Неконора был разбит, и сам он первым пал в этой битве. А когда отряд увидел, что Неконор убит, они побросали оружие и бросились бежать. Наши преследовали их до самого Газера в одном дне пути от осада и трубили им вслед вестовые трубы. Тогда из всех окрестных деревень иудеи вышли, жители окружили врагов с флангов и те повернули навстречу своим преследователям. Но все они палят клинка и ни один из них не уцелел. Захватив добычу и продовольствие наши отрубили Неконору голову и правую руку, которую он так самонадеянно поднимал, принесли их и подняли на стену Иерусалима. Вот таким новым успехом заканчивается военное противостояние Иуды и Неконора. И опять это чудо. Опять Господь явственным образом помогает тем, кто смыслом, фундаментом, целью всей своей жизни сделал верность ему и его заповедям. И вот народ возляковал, провел тот день, как день великой радости и решили ежегодно отмечать этот день 13-го числа месяца Адар. На краткое время покорилась земля Иуды. Вот Неконор убит, повержен, можно сказать, свершилось то, о чем молились сначала священники, а потом и сам Иуда Маковей. И вот на краткое время дан Иудеи покой. Это новая победа, новое чудо Божие, оно вот настолько было очевидным именно как чудо, что постановили праздник устроить в этот день и действительно долгое время, 13-го числа месяца Адар праздновалась эта победа как отдельный праздник. Потом, видимо, этот праздник соединился с другим праздником, тоже чудесного избавления евреев от погибели Пурим, который празднуется на следующий день, 14-го числа, и вот отдельно праздноваться перестал. Вот на таком эпизоде новой победы и новой передышки Иуды и его сторонников заканчивается седьмая глава первой Маковейской книги, которую мы читали в замечательном переводе Брагинской и Шмайной Великановой для библейского портала Экзегет. Продолжение следует...